киберпанк перенесли опять не не тот киберпанк где за людьми круглосуточно следят а крупнейшие корпорации воюют монополию торгуя личными данными с этим все норм мы уже в нем живет такси дрона туда помещать человек передвигаться по воздуху это общественный транспорт шикарно и будут воздушные пробки на сиулом будет летать я надеюсь они не будут падать еще беспилотные я надеюсь они не будут падать и врезаться друг в друга ну я думаю это пофиксят если что тесты только начинаются пару раз упадут потом пофиксят как с ps4 некоторые которые с ps5 которые некоторые отправили блогерам они таки опа перестали работать но упали на карете же не почта россии что-нибудь так то да project red авторов супер хитового ведьмака киберпанк 2077 который хайпит нон-стоп с момента первого тизера изначально игру ли должна была выйти еще 16 апреля потом клялись и божились что 19 ноября это финальная дата ну а теперь это аж 10 декабря microsoft тут очень в тему выпустили лимитированный холодильник форме иксбокса можно в принципе заюзать его как криогенную камеру чтобы размородиться потом проснуться в 2007 году уж тогда-то киберпанк наверно точно выйдет желтый шаблон для писем теперь называют желтым экраном смерти и некоторые уже из выводит желтый шаблон для писем теперь называют же никогда не по никогда не вылетал мне красный экран смерти слава богу да синий вылетал красный благо никогда пол там экраном смерти и некоторые уже используют его для того чтобы сообщать ужасные новости единственная защитная реакция в такой ситуации это мемы мемы и еще раз мемы видимо 2020 решил нас всех очень сильно закалить особенно в области таза ведь куча народу реально брали себе отпуск чтобы погрузиться в игру как следует но судя по переносам реальный отпуск не помешал бы разработчикам которые полюбас уже который месяц фигачат сверхурочно забавный факт игра еще не вышла зато в магазины уже отгружают тонны мерчуги по киберпанку от кепок до фигурок второстепенных персонажей потому что мерч проще и быстрее подготовить его подготовили к выходу к таков к тому который вы бы именно собирался быть всему этому ставку придется еще целый дополнительный месяц пылиться на витринах выжиданий релиза так что project и представляет уже не только игроков но и ритейлер фигурки персонажи marvel в новых новых аутфитах до того как выходят фильмы ты надеется что задержки в итоге будут компенсированы действительно крутой игрой которая оправдает даже самые завышенные ожидания а то даже океана уже устал ждать и сбрил свои патлы лан на самом деле это он побрился для съемок в новой матрицы которая кстати выйдет в 2022 но кому вообще не пофиг на матрицу когда в этом же году выходит полнометражка про чебурашку проект будет лайвом но с элементами 3d графики то есть что-то типа детективы пикачу или соника в кино пока известно мало деталей но уже сейчас можно пофантазировать как чебурашка или крокодил гена могли бы выглядеть в столь любимом у современных киноделов формате реализма есть ощущение что мы вряд ли получим что-то клевое потому что ну камон вы давно наслаждались действительно классными ремейками и продолжениями классики от союзмульта пока на волне этой новости главный вывод который лезет в голову это наши все-таки отжали назад права у японцев которые в 2014 выпустили собственное кукольное продолжение оригинального мульта и которые как известно люто фанатеют от чебурахи они с такой любовью и трепетом отнеслись к наследию союзмультфильма что его почти не отличить от оригинала зачем было отнимать них лицензию если у них так хорошо получалось я бы наоборот еще и ремейк ну погоди сбагрил на аутсорс хотя в японии уже есть свой аналог ну погоди под названием бистарс я кстати я хочу посмотреть про школу животных союзмультфильм показал финальный облик зайца из перезапуска ну погоди пока что выглядит так они просто нарядили баксы бани в casual и дали ему apple watch и будем надеяться что шестого поколения чтобы измерять уровень кислорода и стресса в крови у лепетого от волка хотя блин от такого волка который скорее похож на сына гуфи не хочется особо улепетывать он и в оригинале то постоянно отхватывал а тут по всей видимости вообще теперь антагонистом станет заяц оффник если основной конфликт зайца и волка в новом мульте не привязан к пояснению зашмот то зачем тогда это все вообще зашмот ответишь пёс зашмот кстати ну погоди идеально подходит в качестве слогана для киберпанка можно даже ну подожди что волка озвучивает гарик харламов мы уже смирились но как думаете дмитрий хрусталёв потянет роль зайца для тех кто использует телек только для того чтобы рисовать пылью себе планы на день рассказываю хрусталёв это тнт-шный комик ведущий камеди вуман и соведущий урганта который принимает на себя большую часть буллинга от вани когда у того плохое настроение почему хрусталёв ну вы только послушайте этот голос разве вам не кажется что он звучит один в один как клара румянова да мне тоже не кажется как и никому на земле кроме руководства союза вульфильма женщину актрису нанять все-таки он там нежный мальчик зайчик ребенок ну да сейчас я произнесу три слова и хотя бы одно из них вам точно знакомы иначе зачем вообще подписан на этот канал и так чипсы энергетик и видеоигры собрали комбо тогда бегом в магнит там с 21 октября по 1 декабря включительно покупайте два продукта акции баночку адреналин game fuel и пачку дорита с какого декабря включительно покупайте 21 октября по 1 отходить два продукта акции баночку адреналин game fuel и пачку дорита с регайте чек на сайте получаете гарантированный 50 рублей на яндекс кошелек или свой телефон а также участвуйте в розыгрыше денежных сертификатов в м-видео и playstation 5 если хочешь увеличить свои шансы в розыгрыше ps5 пройди легкий тест из трех вопросов на игровую тематику а как вообще можно разыграть ps5 когда их дефицит и люди купить их не могут они видимо уже закупили скорее всего да гады специально поставка будет понятно чтобы повысить шансы на получение сертификата пригласи друга зарегаться на сайте акции по твоей ссылке если выиграешь откроешь баночку адреналин game fuel или пачку дорита запустишь на ps5 нового пучка или любую другую игру и вспомнишь меня добрым словом а теперь я заряжен играть красиво поверь пятна от чипсов и энергетика сделают твою кипен на белую плойку еще лучше салона в описании а магнит у тебя наверняка под боком 13-летняя японка сходила на свидание мечты с годзиллой наконец-то достойные этого канала новости давайте просто порадуемся за серу ватанабе в ее возрасте сейчас принято фанатеть по какому-нибудь кей попу но девочки куда интереснее оказался гигантский ящер выучить песни любимых исполнителей может проблема в том что годзилл это девушка но вообще гермафродит по идее разы я думала на самом деле против прощу прошу прощение это не относилась к людям интерсекс угодно слабо повторить истошный рык годзиллы сера написала письмо в телешоу которая исполняет самые безумные желания и программа организовала для нее настоящее свидание с кумиром получилось довольно миленько по крайней мере до того момента пока ты не осознаешь что по факту это какой-то чел в душном костюме тусит с несовершеннолетней ждем выпуск с японской фанатка чебурашки говоря костюмах и перевоплощениях на днях вышла вторая часть легендарного барата фильм уже доступен на amazon прайм и почему все стекутся над тем что казахи обижаются на этот фильм не знаю по моему они имеют право обижаться если и для них есть какие-то обидные вещи вы же обижайтесь на наводка ушанка мафия балалайка извините а там все еще более утрированно ну да там прям сатира сатира наверное и трэш надо да надо первый посмотреть я честно говоря не хотел его смотреть и мне всегда казалось что это ну пиздец я казалось что его смотрел но казалось что смотрел диктатора со мной вместе то есть это же не вела первого барата надо посмотреть и кстати сразу с русскими сабами звучит наверное как реклама амазона но фигу с маслом они мне что-то заносили если хотите качайте на торрентах в этот раз барат стал куда более политическим и теперь он выставляет не поголовно всех американцев тупыми а в основном только сторонников трампа именно поэтому фильм вышел прямо сейчас в преддверии выборов не буду давить своим мнением можете посмотреть кинцо сами и сделать свои выводы да и главная новость тут не выходе второй части а в том что казахстан который по сюжету является родиной барата включил самоиронию и теперь используют король а все-таки он мы фразочку персонажа в качестве слогана для рекламной кампании по привлечению туристов very nice ну или если по-русски нравится вообще я был в прошлом году в казахстане на комикс-фестивале alma con с радостью бы скатался еще раз если бы никого у казахстана действительно крутой туристический потенциал и свой неповторимый шарм обязательно встречи раз сниму там выпуске к трипа кстати зал и свой неповторимый шарм обязательно почему это выглядит лучше чем москва это нур-султан поэтому она просто выглядит как-то интереснее нестандартнее чем москва то просто по многим причинам очень быстро при на переносили столицу из алматы в нур-султан астану в астану не было далеко дур-султана вот это сейчас нур-султан называется а и дома там получается территориальных некоторых противоречий например чтобы тот кусок где находится столица уж точно типа русские не смогли отжать насколько я правильно все помнили кто-то другой кто там граничит еще вот и строили довольно быстро гола город в принципе довольно молодой по меркам допустим с москвой тоже которую уже дохрена лет очень дохрена почему почему не появилось желание съездить в казахстан и туда очень много вложили красиво выглядит конечно снимать центр они окраины какие-нибудь ну понятно дело тоже выглядит как высокотехнологичных мп меча ну да логично но в этом как там в казахстане в отличие от москвы есть места за городом куда можно съездить где красиво много есть везде мест где красиво главное шуплю их не засрали на следующий раз сниму там выпуск гик трипа кстати о стриминговых сервисах netflix официально пришел в россию и в нем даже начали адаптировать контент и все бы ничего но вместе с локализации начались так сказать очень странные дела прежде всего было замечено что в русскоязычной версии отсутствует весомое количество зубугорных сериалов и фильмов оказалось что если для них еще не готовы сабы или озвучка то netflix просто вообще не показывает их в своем списке вместе с этим на сервис массово ломанулись всякие легендарные отечественные фильмы и сериалы точнее сериальчики с первого канала и фильмы из репертуара обзоров бэт комедия на топ серьезно за что netflix я понимаю кинопоиск но нет фикс то за что ну и финальным панчем стала цензура так например в российской локализации сериал под названием как продавать наркотики онлайн быстро превратился в не пытайтесь это повторить а пачка зарубежных мультов с изначальным рейтинга надо запоминать название а то мы опять забудем когда соберемся что-то смотреть на это 6 плюс вдруг стало чисто взрослым контентом 18 плюс оказалось что все дело в нашем законе о запрете гей-пропаганды ну вы знаете это зудящее желание стать лесбиянкой насмотревшись на принцессу ширу короче можно было просто сразу переименовать российский netflix в роскомнадзор мы все поняли самое грустное что российское отделение netflix подчиняется законам той страны в которой приходится спроса нет походу как я понял по общению с ним не отвечает за локализацию контента поэтому они не могут заказать перевод напрямую у каких-нибудь кубиков в кубе или у меня там слишком запутанная бюрократическая цепочка и куча огромных студий на аутсорсе поэтому качество субтитров и дубляжей очень скачет пока что как обычно будем надеяться на лучшее низкий вам поклон и мое желание мое желание этот оплатить netflix еще меньше стало смысла это не очень они ранее на данном этапе они раньше перевод делали пифагора получается но ведьмака же был перевод официальный у этой как там у сабрины официальный перевод же есть ну да спасибо за просмотр надеюсь было интересно и понравилось до скорой встречи пока